Махинации в подземке. Прокуратура Чулябинска выявила нарушение по организации торговли в подземных переходах на теплотехе и ЧМЗ. Помните криминальную схему с площадью революции, когда в обход чиновников, арендованные у города площади, пересдавали с бешеной накруткой. История тогда обернулась уголовным делом. Ровно по такому же сценарию разворачиваются события в других районах города. Это выяснили прокуроры. Проверка показала, что подземные переходы на теплотехе и ЧМЗ были сданы в аренду на 49 лет чулябинской фирмы. Бизнесмены из этой самой фирмы без согласования с муниципальным предприятием, то есть незаконно, предоставляли площади другим. Торговцы платили 200 тысяч. Только 17 из этой суммы получал город. Разница уходила в карманы организаторов схемы. Хочется верить фигурантов нового уголовного дела. Установлено, что указанное согласие унитарным предприятиям юридическому лицу не давалось, но вместе с тем в пешеходном переходе ведется активная торговая деятельность. При этом плата за аренду торговых павильонов, расположенных в подземном пешеходном переходе, в разы превышает арендную плату, которые поступают в бюджеты муниципального унитарного предприятия. Договор на долгосрочную аренду заключен с фирмой «Парковки Плюс». В открытых источниках можно найти данные об учредителях компании. Почти все – бывшие бизнес-партнеры депутата Госдумы Андрея Барышева. Закон не позволяет ему заниматься коммерческой деятельностью, поэтому официально Барышев не при делах. Но почему-то именно его фамилию часто называют работники стоянок и владельцы торговых павильонов. Продавцы, кстати, оказались не в курсе того, что их все это время дурили. Прокуратура направила в администрацию документ с требованием устранить нарушения. Есть шанс, что ларьки в духе 90-х исчезнут из подземок на теплотехе и ЧМЗ. Опыт зачистки таких площадок у властей есть. Посмотрите, что было сделано на площади революции. Здесь словно никогда и не торговали ворованными телефонами и просроченными продуктами.